Здравствуйте, с вами 17.40, Иван Хохлов и Полина Рехина. Каждый день в городе происходит что-то новое. Например, 27 апреля в Дворце культуры «Вымпел» прогремел концерт шоу-балета «Нон-стоп» с новой сольной программой «Держи ритм». Ребята чувствовали себя на сцене очень счастливыми, и их энергетика чувствовалась в зале. 28 апреля прошло не менее запоминающееся событие. Во Дворце спорта «Полет» ребята отмечали день танца в компании Евы Уваровой и Даши Ролик. Как думаешь, чей день рождения был 27 апреля? У Стаса Михайлова? Не угадал. 27 апреля был день рождения у микрорайона «Веретье-2». Жители участвовали в конкурсах, развлекались и радовались. В тот же день проходила благотворительная акция «Белый цветок». Все жители неравнодушные в торговых центрах и храмах, все желающие, могли помочь деньгами, которые пойдут на благотворительность. Вот и началась неделя праздников. С 1 по 5 мая ученики отдыхают, и их родители законно не работают. А сейчас давайте посмотрим прямое включение из Чебоксар. Наши ребята находятся на фестивале «Волжские встречи». Всем привет! С вами 1740. За первые дни фестиваля ребята посетили огромное количество мастер-классов. О чем же они мечтают? Конечно, о сне. Давайте узнаем, что им снится. Девчонки, скажите, пожалуйста, что снится на «Волжских встречах»? Сон. А что я сплю и еще бы поспала, честно говоря. Нам снится организатор «Волжских встреч», который не дал нам жилье. Сосны «Волга» снятся. Покушать бы, солнышко, полежать на диванчике, побыть в тишине. Мне снились «Волжские встречи», прошлые 29 «Волжские встречи», на которых я тоже была. Мне, наверное, «Волга» снится. Честно говоря, мне на «Волжских встречах» снится «Черный квадрат» Мадеевича. Я в основном не фанатею. Но мне снился, я запомнил один знакомый, он подошел ко мне, спросил, который час. Я ответила, который час, и он убежал. Все. Вот так вот отдыхают на «Волжских встречах» Ольга Лебедева, Марина Васильева и Егор Кремнев. Специально для вечернего стрима. Главное, правильно настроить себя на работу после длительных выходных. Но эти деньки могут дать дополнительное время на подготовку к экзаменам учащимся. Ну что ж, пожелаем удачи всем тем, кто учится. Наш сегодняшний гость поможет объяснить, как правильно отдохнуть взрослым. А гость сегодняшнего вечера – диджей и ведущий Антон Чикарин. Всем привет! Антон, выходные, что это? Ну, выходные – это какие-то особенные дни для каждого, когда можно отдохнуть, провести время с семьей, с родственниками, с друзьями. Как-то по-разному может быть разнообразие своих жизней. Вот для меня выходной – это именно это. А считаешь ли ты, что жизнь – это один большой выходной? Ну, смотря как относиться к жизни, конечно. Можно и сказать, что да, это один большой выходной. Но чаще, конечно, получается, что это огромная работа. Ты постоянно что-то делаешь, постоянно над чем-то работаешь. Не обязательно зарабатываешь деньги, а просто постоянно ведешь какую-то работу. Либо над собой, либо над кем-то еще. То есть, это нельзя сказать, что вся жизнь – это выходной. А как ты считаешь, стоит ли жить от выходных до выходных? Ну, я думаю, что большинство, наверное, людей, они ждут выходные просто очень-очень много. И, конечно же, они живут от выходных до выходных. Но я считаю, что жить от выходных до выходных – это просто проживать жизнь. И поэтому не стоит, наверное, пропускать ее именно так, ожидая просто следующих выходных, когда закончились вот эти выходные. Что делать, если у всех выходной, а ты на работе? Это главный вопрос, наверное, для меня, потому что почти в 100% случаев бывает именно так, что у всех выходной, а у меня работа. Вот, но, скажу так, когда все вы работаете, я отдыхаю, поэтому все гораздо проще. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, работа – это отдых или катан? Ну, смотря для кого как, опять же. Потому что, если твоя работа приносит тебе удовольствие, ты на ней заряжаешься каким-то позитивом, какими-то эмоциями, неважно, хорошие эмоции или плохие, если ты какие-то эмоции получаешь от своей работы, значит, я думаю, что это, конечно же, хорошо и это в удовольствие. Работа приносит удовольствие. Нельзя сказать, каторга. Есть работа, конечно, если она тебе не устраивает, если ты туда ходишь, потому что нужно зарабатывать деньги, то это, конечно, как-то, это невозможно. Ну, я, по крайней мере, так, не знаю, не представляю свою жизнь с такой работой. А ты предпочитаешь работать или отдыхать? На протяжении уже всей жизни своей я очень много работаю, очень много работаю, и отдыхать у меня получается, наверное, если есть, допустим, три выходных. Вот, я могу отдохнуть полтора дня из этих выходных. Все остальное мне уже начинает быть очень трудно, я не знаю, куда себя девать, что делать, чем заниматься. Ну, то есть, я уже привык работать, я очень много времени уделяю работе. А ты трудоголик или, как бы, почитаю больше отдыхать? Ну, трудоголик, да, как я уже и говорил, я люблю трудиться, но, опять же, я тружусь не потому, что мне там нужно зарабатывать деньги, я тружусь не потому, что там меня кто-то заставляет, я тружусь, потому что моя работа мне в удовольствие, вот только поэтому. Ты считаешь, что май – это месяц праздников? Нет, для меня май – это не месяц праздников. Да, вот есть какие-то рабочие, то есть, как бы, праздник рабочих, и все работают, как правило, они на основной работе, они отдыхают, но по факту они все трудятся у себя на дачах, на фазендах, что-то кто-то строит, это все равно работа, поэтому, ну, если кто-то любит так отдыхать, то они отдыхают, да, а так это не месяц праздников, я так не считаю. Наши ребята сняли опрос у жителей города о том, как они предпочитают отдыхать. Давайте посмотрим. Какой твой любимый праздник? Мой любимый праздник – Новый год. Я на день рождения. Новый год. Я вообще люблю праздники. Любимый праздник? Ну, 9 мая. Новый год, конечно, потому что мы в кругу семьи собираемся и празднуем вместе, дарим каждому подарки, украшаем елку, шашлыки делаем, собираемся в одном доме, ну, и веселый праздник, как сказать. Как вы проводите майские праздники? Майские праздники – в основном огород, как обычно все. Сейчас решил выбраться в город, походить, погулять, пока погода хорошая. На выходные я гуляю с друзьями и отдыхаю на природе. В общем, гуляю с друзьями, иногда хожу в кино. Как настроить себя на работу после длительных выходных? Вообще, лучший способ – это с работы не уходить на выходные. А для меня работа – это всегда праздник, мне не придется настраиваться. И начать учиться, забыть о всех выходных. Очень тяжело. А мне уже не надо. Я не работаю. Как настроить? Каждый должен настраивать сам себя позитивно, правильно? И для жизненного тонуса, чтобы не расслабляться. Слушай, Антон, может, у тебя есть какие-то действенные способы, которые помогут настроить людей, даже тебя самого, на работу после длительных выходных? Да, способов-то нет, как таковых, наверное. Просто, как получается, вот, ну, у меня, вот, главное встать и пойти. Вот, встал, пошел, пришел на работу. Первое время, конечно, трудно, естественно, трудно. То есть, ты там привыкаешь, как-то раскачиваясь. Потом все входит в ритм и становится как-то проще. Но какие-то таких способов. Главное, мне кажется, главное, резко встать с постели. Вот, я думаю, что так. Вот, если вот по будильнику встал, быстро собрался, не вот это вот, не полежать, не пять минут, можно еще, там, будильник перевел. Нет, так не поможет. Нужно просто встать по первому звонку, и тогда, мне кажется, станет бодрее. Вот, я, по крайней мере, так на себе делал. Вот, когда мне очень лениво. Расскажи, как ты решил заняться искусством проведения праздников? Искусством проведения праздников? Да как-то все само собой вообще получилось. Я с детства на сцене танцую с детства. И поэтому, как-то мне было все время, я постоянно участвовал в каких-то праздниках, в детских концертах, в детских каких-то мероприятиях. Потом меня начали понемножечку зазывать, проводить, участвовать в проведении детских праздников. И я начал там играть разных персонажей. После чего я уже, когда немножечко подрос, я начал работать диджем на всяких свадьбах, юбилеях. Вот. И я думаю, почему я не могу так же говорить? Почему я не могу проводить это мероприятие? Решил попробовать. Но причем меня наставили на это. Я сам не очень хотел. Мне так, давай попробуй, все у тебя получится, все нормально. Я попробовал, и как-то так пошло, потихоньку пошло, потом еще, еще, и вроде бы как нормально, абсолютно спокойно. Я каждый день делаю эту работу. Именно для тебя ведущие, это хобби и работа? Да, как сказать? Ну, это, наверное, больше хобби. Потому что ты, ну, ты любишь то, что ты делаешь, опять же. После чего это хобби сразу же перетекает в работу. То есть это вот абсолютно вот вместе. Нельзя либо так, либо так. Если хобби, значит, ты к этому относишься неответственно. То есть ты можешь поделать, а можешь не поделать. К работе ты обязан делать. То есть, а тут вот именно вместе. То есть ты получаешь это удовольствие, тебе это нравится, ты это хочешь делать, поэтому это и хобби, и работа одновременно. Вот ровно пополам. С какой профессией можно сравнить работу ведущего? Работу ведущего с какой профессией можно сравнить? Да, честно говоря, не знаю. Хорошо. По-моему, ни с чем не сравнимо. Это вот как учитель, наверное, можно сравнить немножечко, опять же, потому что учитель тоже что-то говорит все время, преподносит что-то. Вот, наверное, с работы учителя. Только единственное, что мы, наверное, ничему не учим. А так вот, хотя, может быть, иногда и бывает, что мы кому-то что-то учим, и они открывают что-то новое для себя, рассказываем как-то. Ты считаешь себя тамадой или ведущим? Ни в коем случае не тамада, вообще ни в коем случае не тамада. Я ведущий, да, я ведущий, я не аниматор, не тамада. Именно ведущий, потому что, ну, я провожу мероприятие, я делаю какие-то сценарии, делаю какой-то скелет для себя, либо, ну, когда есть мероприятие какие-то огромные, мне дают сценарий, готовый, по которому я работаю. Ни в коем случае не тамада. Почему? Потому что, как мне один раз рассказали, тамада – это выходец с Кавказа, который находится в числе гостей. То есть это как, ну, свидетель, грубо говоря, вот свидетель на свадьбе. И он развлекает гостей, которые пришли вместе с ним. То есть он сидит на уровне всех гостей. И уже потом развлекает, проводит какие-то конкурсы для того, чтобы просто всем стало повеселеть. Вот, я не тамада, потому что я сторонний человек для всех гостей. Да, меня, бывает, приглашают знакомых какие-то, но все равно я ни в коем случае не сижу за столом, ни с кем не контактирую, в плане там, чтобы посидеть, там, с кем-то поговорить, пообщаться за столом, покушать. Ни в коем случае. Я работаю, вы отдыхаете. Вот. Гордишься своим занятием? Ну, не скажу, что горжусь прям, потому что гордость – это какое-то огромное такое слово, там, большое. Мне нравится. Я хочу дальше этим заниматься. И всегда я с удовольствием это делаю. Вот так. Хорошо. Ведущий – твоя единственная работа? Ну, нет. Ведущий – это моя, как я всегда люблю говорить, ведущий – это моя основная профессия, скажем так. Ведущий, диджей – это моя основная профессия. Я еще работаю, вот, именно диджеем. Я работаю еще, ну, скажем так, продавцом-консультантом. Вот. В магазинчике небольшом, ну, не буду говорить, там, вот, реклама уже. Вот. Просто, да, у меня есть еще дополнительная работа, в которой я работаю. А какие мероприятия ты проводишь? Мероприятия абсолютно разные, абсолютно разного уровня, от самых маленьких до самых больших. Это могут быть и детские мероприятия. Ну, как правило, это редко, потому что с детьми очень трудно работать, потому что, ну, детям это аниматоры. Вот аниматоры. Я в основном люблю работать со взрослыми, потому что, ну, как-то чувствую себя на одной волне. Вот. Провожу мероприятия, концерты, свадьбы, юбилей, в общем, все, что связано с каким-либо… Открытие торговых центров я проводил, открытие магазинов я делал, дни рождения фитнес-клубов всяких я делал. Ну, то есть, вот, в принципе, я хватаюсь за то, что, ну, куда пригласят. Вот, вы пригласили сюда, и я вот, это для меня тоже первый опыт, поэтому я вот сегодня разговаривал тоже с вами. Я стараюсь, ну, браться, попробовать, по крайней мере, что-то новое, пожалуйста, всегда. Что интересного произошло за последний год в твоей творческой жизни? Трудно сказать, все произошло, у меня очень много всего нового, постоянно. Ну, вот что-то определенно выделить, вот, творческой жизни, если, да? У меня свадьба была, вот, тоже на творческой девочке, то есть у нас творческие союзы объединились, вот, творческий всплеск такой, вот, у нас творческая семья абсолютно, вот. Вот, наверное, самый яркий, творческий именно такой вот период жизни. А так, ну, в принципе, у меня каждый раз что-то новое, каждый раз это, вот, в творчестве всегда так происходит, что каждый раз что-то такое яркое, что-то новое, что-то выделить прям определенно-то, наверное, нельзя. Вот, тем более за такой огромный период за год, это очень огромный период, потому что ты каждый раз проживаешь все по-новому, и трудно выделить что-то такое, прям, яркие эмоции какие-то. А ты хочешь достичь чего-то в этом направлении? Ну, как сказать, достичь, каждый хочет чего-то. Вопрос вот только чего. Я не хочу никаких-то, там, громадных, там, гонораров, какой-то вот яркой звездности, вот это, потому что мне кажется, что каждый человек, который чем-то вот очень масштабно занимается, вот именно творческий, да, там, возьмем актера какого-нибудь там яркого, да, у него в связи своих обстоятельств, вот этих вот, у него получается вот это вот а-ля звездная болезнь. Она, ну, она может быть не так называется, может как-то иначе, но ему приходится некоторые вещи делать, которые, возможно, ему не нравится, или, возможно, не нравится людям, например, не общаться с ними, потому что он известный, потому что нам в связи с каких-то обстоятельств, вот я не хочу, чтобы так не было. Я абсолютно простой, и хочу общаться всегда, и не хочу закрываться, там, от всех, от кого-то как-то огораживаться, смотреть с высока, вот это вот тоже мне не нравится абсолютно. Хочу обычных, нормальных, человеческих отношений, общения, это, ну, я считаю, для меня плюсов. Если можно достичь каких-то высот и оставаться абсолютно обычным человеком, то, возможно, да, было бы очень здорово, а так я не хочу. Можешь вспомнить, был ли когда-нибудь такой какой-нибудь эпитет для тебя, как для ведущего? Какую-то песню. А трудно сказать, потому что, ну, когда у людей спрашиваешь, ну, там, допустим, как там у вас все прошло, как вам там свадьба понравилось, и все. Они же всегда, как правило, говорят, что, ну, да, все хорошо, все супер, нам все очень понравилось, но ты же не знаешь, насколько, как бы, как это. Ну, то есть, тебе не говорят одно, возможно, там, кому-то говорят другое, и 100% случаев не бывает, что все всем нравится, это однозначно, и в 99% случаев они не говорят тебе об этом, то есть, они уже между собой как-то разговаривают. Поэтому, не знаю, не знаю, возможно, возможно, такое было, но никогда 100% я лично, наверное, не узнаю. А если узнаю, то не факт, что мне это понравится, ну, то есть, такая ситуация. Какие навыки помогают тебе уверенно вести себя на публике? Ну, я не знаю, какие навыки мне помогают, потому что всегда, абсолютно всегда я выхожу, и мне страшно, я всегда переживаю, я всегда волнуюсь, как будто я никогда в жизни этого не делал, но вот, ну, конечно, поддержка, однозначно поддержка, там, людей, с которыми я работаю, ну, там, в паре, допустим, с диджеем, там, у меня сейчас работаю, я работаю всегда со своей супругой, она мне помогает, да все нормально, да ты лучший. Даже когда она не рядом находится, она мне присылает сообщение, там, что, типа, все будет нормально, все получится, все круто, не переживай, не волнуйся. Это вот, наверное, основное, что, ну, поддержка, это всегда важно, очень важно. Есть очень важная штука, которую я пользуюсь, самое главное, начать. Вот как только ты выходишь, начинаешь, там, добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие гости, все, сразу же остальное как-то становится проще. Вот главное сказать эти фразы, выйти и, вот, начать разговор, диалог, и тогда становится гораздо проще. Самое важное начать. Придерживаешься ли ты каких-нибудь примет? Ну, вот как пятак подкладывают перед экзаменом? Да, не знаю, нет, нет, никаких примет, никаких примет нет, потому что я всегда что-либо забываю, однозначно, я всегда возвращаюсь и говорят, что нужно, когда возвращаешься, посмотреть в зеркало, поздороваться с зеркалом. Нет, просто категорически никогда не хватает времени на это, поэтому я никогда это не делаю, поэтому в приметы я не верю. Вот, как-то так. Пока что все было, слава богу, хорошо. Выезжаешь в другие города для проведения мероприятий? Ну, езжу, но очень редко, потому что, опять же, не хватает очень времени на то, чтобы... Да, можно раскидывать рекламу, говорить, что там, вот я самый лучший, самый крутой, берите меня, я поеду куда угодно, вообще, неважно за какие деньги. Но, а зачем? Я вот всегда говорю, зачем мне куда-то ехать, если у меня здесь все нормально. Вот у меня реально нормально, мне всего хватает, у меня есть какие-то там, количество какое-то определенное мероприятие, мне, в принципе, достаточно. Если их будет больше, слава богу. Если их будет, ну, немножко меньше, немножко меньше, то, как бы, я не расстроюсь. Вот, ну, в принципе, я говорю, что я за любой опыт, я бы хотел, мне это абсолютно нравится, я бы поехал, поработал, я думаю, что было бы очень круто. Я езжу, и в Питере я проводил свадьбы, вот у меня будет свадьба в Ярославле. Да, в Мышкине я работал, там, как бы, тоже круто, все там, шикарно, тоже все понравилось, все круто. Вот, да, в принципе, если зовут, почему бы и нет. Недавно ты был ведущим на концерте «Радостного детства» и «Клэера», можешь сказать, пожалуйста, вести свадьбу труднее, чем концерты, или, может быть, наоборот? Ну, опять же, когда начинаешь свадьбу, то ты отдачу чувствуешь, то есть ты общаешься с людьми, как кто-то может что-то сказать, как-то пошлить. А когда ты выходишь на большую сцену, это вообще абсолютно другая, это очень страшно, очень страшно. И тут уже добрый вечер не помогает вообще никак, вообще никак. То есть ты выходишь, тебя слепят софиты, и ты не видишь вообще никого, кто, вот сколько народу, вообще никого не видишь. И ты такой, ага, так, надо что-то сказать. Начинаешь говорить первую фразу и понимаешь, что ну, как бы, да, ничего не выходит. Тебя не отпускают. Вот заходишь за кулиси такой, ууу, как тяжело. Ну, вообще, конечно, концерты мне вести нравится очень круто, очень мне нравится, но по-своему, по-своему сложный концерт и по-своему вести сложно свадьбу, там, или другое какое-то мероприятие, просто контакт другой совершенно. То есть маленький корпоратив, свадьба, там, ты в контакте в полном с людьми, то есть они все абсолютно подмечают, что ты делаешь, там, моргаешь, там, заплакал, там, улыбнулся, еще что-то. Они полностью подмечают. На сцене можно некоторые, там, скрыть, хотя и ты, все равно, у тебя все видят, ты один-единственный стоишь, как бы, там, все равно, вот, ну, тут по-другому совершенно. И поправиться нельзя, поправиться нельзя. Если ты что-то говоришь, то ты должен говорить. Если ты поправился, то это вообще, все, это от ас. Вот. На корпоративах ты просто разговариваешь повседневно, и ты можешь поправиться. То есть ты что-то не так сказал, ты такой, раз поправился, все просто, все хорошо, все люди тебя поняли, поддержали, все абсолютно отлично. Вот. На концерты такого делать нельзя. А предпочитаешь импровизацию или сценарий? Импровизация. Абсолютно импровизация. У меня есть, я говорю, что у меня есть какой-то скелет определенный, да, какие-то позиции я себе отмечаю, чисто, чтобы не забыть. Вот. А, как правило, у меня вообще чисто импровизация всегда, ну, как-то так проще. Потому что ты готовишь сценарий, и, ну, ты уже готовишь сценарий, как ты видишь, то есть ты написал, все, разложился по пунктам, и 98%, наверное, всех ситуаций, всех корпоративов, свадеб, юбилей и так далее, и так подобное, происходит вообще не так. Потому что люди разные, люди разные, разная степень их активности, разная степень их раскрепощенности, разная степень их концентрированности, все абсолютно по-разному. Поэтому не вижу смысла писать сценарий. Вообще не вижу смысла. Один сценарий можно написать на первый, там, новогодний корпоратив, если у тебя их много, один на, там, свадьбы, если у тебя их много. Чисто для того, чтобы просто все это разложить по полкам, как и что должно быть. Но ты этот сценарий оставляешь дома, и идешь работать на свадьбу. Вот. Его нужно написать просто, чтобы у тебя в голове структура сложилась, и все. То есть я его даже не беру этот сценарий с собой. Давай узнаем немного о тебе. Пять слов, например, как ты можешь себя охарактеризовать? Яркий, общительный, добрый, абсолютно добрый, веселый и, я не знаю, и скромный. Как меняются тенденции? Что было актуально в том году и что актуально в этом? Ну, вот так трудно сказать, наверное, что было актуально в том или там, вот, немного побольше период, если брать. Очень сильно меняется музыка, очень сильно меняется музыка. Причем, я бы не всегда сказал, что вот в лучшую сторону. Но музыка вот уже сейчас, говоря, вот буквально вот полгода, если брать, да? Полгода музыка менялась, то есть она, да? А сейчас новый этап музыки пошел. Они начинают возвращаться в какие-то 80-е, там, в какие-то 90-е, брать оттуда вот эти вот фишечки. У музыки вновь начинается, у текста, у песни начинается вновь смысл появляться. Вот, допустим, если брать вот ту же самую песню, очень известную, которую все любят, Незабудка. Вот это вот, Незабудка. Ее все любят, причем даже взрослые. И заказывают, и любят, и танцуют под нее на вообще на ура. Потому что в ней есть музыка 80-х, вот этот вот синтезатор повторяющийся. И есть очень глубокий текст. Очень классный, очень глубокий. Мне нравится. А вот, которые были до вот этой вот Незабудки песни, скажем так, вот возьмем эту отсечку. Они были вообще никакие. Они были вообще никакие, поэтому музыка очень меняется. И не всегда в очень хорошую сторону, это вот, что говорить о музыке. А о каких-то тенденциях, вот там, моды, там, я не слежу, я не знаю, не разбираюсь вообще абсолютно. Вообще, не в моде, ни в чем. В людях, в свадьбах, это особо всегда все стандартно. То есть, ну, все равно есть скелет вот этот вот. Все, допустим, невесты, хотят там кидать букет невесты, скажем так, это было 750 лет назад, они сейчас его кидают. Все родители этих невест всегда хотят, чтобы их кусали каравай при входе. Это все хотят, это обязательно. Все там, большинство, большинство мужского пола гостей из свадеб, хотят украсть невесту от жениха, как правило, это друзья от жениха самого. То есть, такая происходит тема. Вот, то есть, это все стабильное, оно никак не меняется, просто кто-то вкладывает больше денег в свадьбу. А когда у тебя есть возможность финансово, ты можешь делать хоть все, что угодно, хоть там с Юпитера, с Марса, там, приветы передавать. То есть, все, что угодно, когда у тебя есть финансово возможности. Когда ее нет, конечно, ты уже начинаешь обходиться, ну, стандартно. Но, как все равно, если у тебя свадьба за миллионы, там, за 30 тысяч рублей, стандартно-то все равно остается. Это тот же самый каравай, только он вот такой. Это, там, тот же букет невесты, только он вот такой. То есть, ничего не меняется, просто в силу возможности кто-то может позволить себе дороже, там, больше чего-то. А так все остальное стандартно остается. Прошло мероприятие, допустим, это свадьба. Как ты понимаешь, что оно прошло хорошо? Есть какие-то, там, критики? Ну, есть, да, есть, абсолютно. То есть, ну, если люди улыбаются, если они, ну, ты видишь, что они счастливы в каком-то порыве таком, эмоций, то понимаешь, что все хорошо. Если там люди танцуют, либо люди подходят и говорят, то есть, было часто такое, что подходят и говорят, спасибо вам большое, понравилось. Там, если люди, допустим, как прошло плохо, если там, то люди, там, какие-то грустные, там, есть какие-то негативные, вот. Я уже настолько знаю, ну, как бы, часто работаешь, когда я с людьми, примерно, примерно, не точно, но примерно понимаешь, кто, как, чего и почему. Кому можно подойти, кому нельзя подойти. Там, кто-то улыбается искренне, кто-то неискренне, то есть, по-разному. И ты видишь, что, допустим, вот так вот, там, что-то как-то грустновато, надо как-то что-то сделать. Вот, а здесь весело, и ты вот понимаешь, от самого себя никак вообще не поймешь, было как, хорошо или было плохо. Только вот, если визуально смотреть и оценивать обстановку. Когда тебе приходят, говорят, жених с невестой, чтобы все было замечательно, но это вообще не точно. Потому что им-то, может быть, все понравилось, а вот гостям, вот это не точно. Или, наоборот, гости говорят, что все хорошо, а жених с невестой может, наоборот, ну, как бы, он чисто скажет, спасибо. А не факт, что им понравилось. То есть, нужно всегда оценивать и смотреть обстановку. И постоянно работать над собой, это очень важно. Какие конкурсы предпочитаешь проводить, как раньше, там, шарик между ног, чтобы донести до другого конца? Вообще, ни в коем случае не люблю вот эти вот шарики донести, вот это вот, донести. Это вот, это вот тамада, тамада. У нас в городе, кстати, есть очень много разных неведущих. Тамада, они прямо написаны, тамада. Но это вот как раз с того времени, я их не осуждаю, это было очень круто. Я помню, когда я веселился на свадьбах, мне это нравилось, это просто осталось там. Там, оно, время-то движется, время-то идет. А вот это вот переодевание, вот это вот переодевание, это вот из мальчиков девочку, это вот до сих пор ино есть. Но я вот не люблю вот это вот, когда мужчины подкладывают там себе шарики. Да, это было весело, я помню, сам делал. Ну, не проводил, а именно участвовал в этом. Было прикольно, но это как-то так осталось все уже давно. Не люблю вот этого. Конкурсы как-то таковые, да всегда-всегда все зависит от людей. Есть вот именно, что вот такие я не люблю, вот эти вот переодевания, вообще не люблю. А все остальное, чем у меня нет, пошлое я не люблю конкурсы, вообще не люблю. То есть нужно понимать, что нельзя, нельзя, это неправильно. Ты можешь какой-то, то есть изюминка какая-то есть, что как бы ты о чем-то говоришь, люди подсознательно могут подумать. Не то, что они понимают об этом, они могут подумать, что возможно ты где-то что-то, ты про что-то говоришь. Но на самом деле, такого вот прям в лоб нельзя, ни в коем случае. Такого попадания, чтобы они подумали о том, что это вот тоже в лоб, нельзя такого. Нужно что-то, чтобы это было очень тонко, очень тонко. Поэтому нужно аккуратно, потому что кому-то это нравится. Как правило, пьяным мужчинам это вообще нормально заходит. Но нужно же понимать, что их не большинство, или есть еще девушки-красавицы, которым вообще нельзя такое. Они же все скромные, они же все пайники, ни в коем случае нельзя такого. Поэтому нужно очень аккуратно там пайник. Ты сказал, что у тебя недавно была свадьба. Ты был за двоих, ведущий и жених? Нет, нет, ни в коем случае. Я на свадьбе у себя отдыхал, я как мог отдыхал, я веселился. У меня был ведущий, работал мой хороший друг Сережа Таболкин. Он проведил... Мы ни в коем случае не сомневались, что это будет он. То есть мы изначально единогласно с Настей и женой решили, что это будет именно он. У нас было все очень круто. Всем гостям все понравилось. Мне абсолютно. И Сережа сказал единственную такую фразу, очень крутую. Я так кайфанул на вашей свадьбе. Мне было так хорошо. Это когда ведущий говорит, как бы, гостям на свадьбе, чтобы не было хорошо. Это бывает, но очень-очень редко. Ты приходишь и просто, ох, какие они крутые. Вот у меня на свадьбе было очень весело. Очень весело. Причем Сережа, он говорит, я вообще не напрягался. Мне было настолько просто. И у нас была очень крутая свадьба. Я ни в коем случае вообще, я был самым пайником. Ну, то есть, я не тянулся к микрофону. Я ничего там ни в коем случае не поправлял. И мне не хотелось. А это самое главное. Потому что, если мне хочется, то это все. Это значит провал. Ну, то есть, если я вижу какого-то там, допустим, ведущего там, и начинаю говорить о том, что что-то как-то не то, то все, это как бы это очень плохо. Так бывает очень редко, конечно, но бывает. А конкурсы вы подбирали вместе с ведущим? Или ты? Этот будет? Или не этот будет? Нет. Мы с Сережей созвонились. И говорю, ты у нас будешь ведущим? Он такой, вообще, 100% хорошо. У него врос. Все. Мы встретились один раз. Он нам рассказал, потому что я, проводя свадьбы, свадьбы, я не знал, в чем мне нужно делать. То есть, я к Сереже подхожу, говорю, а что делать-то надо? А куда идти? А как же там, ну вот это вот? А вот это вот это? И вот так вот еще как, что делать? А чего если вот так вот? Как бы абсолютно по-новому себя ощущаешь. Вот вроде, хотя я 755 раз рассказываю там молодоженам, они приходят, по мне общаются, спрашивают, а что вот так вот? А что вот? Ну, а если вот так? Он такой, да, вот это вот так. Ну, это вот так вот. И здесь, возможно, вот так и вот так. А сам прихожу и вообще не понимаю, что мне хоть делать-то надо, какой последовательности, как, чего. Про конкурсы вообще ни в коем случае мы с Сережей не разговаривали, не обсуждали. Я говорю, Сережа, я тебе полностью доверяю. Он мне какие, может быть, пожелания там будут или еще что-то. Я говорю, ничего. Все, как считаешь нужным, так и делай. Все абсолютно. Я тебе верю. Вот. Это круто. Когда так. Ну что ж, вот подошел к концу наш стрим. Хорошо. Хотела поблагодарить тебя за участие. Спасибо. Спасибо большое, ребят, что позвали. Первый опыт у меня общения, скажем так, на камеру. Спасибо большое. Приглашайте еще. Буду рад. Ну, а с вами были 17.40. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok